Здравствуйте! В эфире Atomicent Business Channel еженедельный обзор казахстанской фондовой биржи. Индекс Кассе возобновил рост и по итогам недели прибавил 0,8%, достигнув отметки в 1554 пункта. Лидером роста оказались акции Халыкбанка, стоимость которых выросла почти на 5%, до 61 тенге и 26 тенге на фоне возросшего оптимизма инвесторов в преддверии анонса результатов деятельности банка за первый квартал текущего года. В среду Халыкбанк также сообщил о проведении телеконференции по объявлению финансовых результатов за первый квартал текущего года. Телеконференция состоится 16 мая в 19.00 по времени Алматы. Для инвесторов, заинтересованных в принятии участия в данной телеконференции, подробная информация по регистрации доступна на сайте Кассе. Росту оптимизма также способствовала публикация финансовой отчетности дочернего банка Алтынбанк за 2016 год. Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль дочернего банка выросла на 20,5%, достигнув отметки в 2,5 млрд тенге. Лидером падения старой акции Казминералс ПЛС, стоимость которых снизилась почти на 1,5%, до 1868 тенге. 10 мая Министерство финансов Республики Казахстан привлекло на Кассе чуть более 5 млрд тенге посредством доразмещения казначейских облигаций со сроком обращения 3 года. Среднеизвешенная доходность облигаций составила 9,1% годовых. В торгах приняли участие 6 участников, а спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Доходность рынка денег остается на уровне предыдущей недели. В сегменте Репо доходность составила 10,1% годовых. В сегменте валютного свопа – 9,5% годовых. Курс доллара снизился по итогам недели почти на 1%, до 315,5 тенге. Тенге частично отыграл предпраздничные потери относительно доллара при поддержке растущей нефти. Котировки черного золота вновь поднялись выше психологического уровня в 50 долларов за баррель, прибавив более 3,5% в цене по итогам недели. Стоимость нефти начала уверенно расти в среду в следствии публикации данных США о существенном снижении его запасов. Запасы снизились более чем на 5 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на уровне 1,8 млн баррелей. Заявления Саудовской Аравии о намерении сократить свои поставки в Азию в краткосрочной перспективе усилили позитивный настрой относительно дальнейшей динамики нефтяных котировок. Курс рубля на косе вырос на 1,6% до 5 тенге и 53 тенге после существенного ослабления на прошлой неделе. Курс евро снизился на 1,7% до 343,5 тенге. 11 мая состоялся медиабрифинг Кассе о показателях и трендах развития биржевого рынка за апрель 2017 года с участием заместителя председателя правления биржица Люка Андрея Юрьевича. Данным мероприятием Кассе запускает новый формат общения со средствами массовой информации и планирует проводить встречи с журналистами в формате медиабрифингов ежемесячно. В ходе медиабрифингов журналистам будет предоставляться преимущественно статистическая информация о работе биржевого рынка в истекшем месяце в рамках проводимой биржи про активные информационные политики прозрачности и открытости, а также в целях дальнейшего построения партнерских отношений со средствами массовой информации. Это был еженедельный обзор Казахстанской фондовой биржи. Смотрите нас каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин